Владимир, поздравляем вас с выходом в следующий круг. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней партии. Сегодня мой соперник забыл анализ в дебюте, видимо, и занервничал. Я справился с нервным напряжением лучше, что-то вспомнил, что я там смотрел. После того, как я пожертвовал на F7, у меня уже большой перевес, который мне предстояло реализовывать. И, в принципе, я не так плохо с этим справился, хотя по пути давал ему какие-то шансы. Конь Е6, он еще, конечно, плохой ход сделал вместо Д6 после слона Е3. После этого у него слишком большие проблемы, и такой бойц он, конечно, не должен удерживать. Ну, я так понимаю, вы оценивали свои шансы как довольно высокие, но фаворитом себя не считали в этом матче. Расскажите, пожалуйста. Да, в принципе, я не считал себя, конечно, фаворитом в этом матче, я пока не настолько наглый. Но я считал, что у меня достаточно близкий к равным шансам, потому что формат Кубка мира, он все-таки больше о нервной системе, чем о реальной какой-то игре в шахматы и борьбе. И я не так плохо готов к этому турниру, по крайней мере, к первым трём его раундам. Я готов достаточно неплохо, поэтому я был уверен, что мне по силам победить в этом матче. А в чем заключалась подготовка к первым трём кругам? Вы же не могли знать, с кем будете играть? Ну, в принципе, я мог знать, с кем я буду играть. Я, конечно, знал, что я буду играть в третьем круге, скорее всего, с Накамурой, если буду выигрывать матч. Или если я выиграю первый матч, то я буду играть с Наркиевым. Поэтому я готовился именно к этим людям. Первые три круга, конечно, я потратил на подготовку где-то 15-20 дней и смотрел и на Накамуру, и на Наркиева более плотно. Ну, Бакаляу почти совсем не смотрел и чуть не вылетел. Видимо, это было ошибкой, но ко второму и третьему раунду я был готов достаточно неплохо. Посмотрим, что будет дальше, потому что теперь это стадия импровизации, и всё будет решаться буквально здесь, на месте. Ну, я так понимаю, сегодня приехал ваш тренер Александр Халифман. Расскажите, пожалуйста, как давно вы с ним работаете, и в чем заключается ваша подготовка, и сколько вы проводите времени за подготовкой? Ну, мы работаем с 2011 года. В принципе, подготовка у нас, как у всех, упирается в дебюты. Мы чего только не смотрели уже за 6 лет совместной работы, и продолжаем обмениваться мнениями, держать связь. Какие-то что-то я всегда у него могу спросить. Иногда мы проводим сборы, под которые есть определенное финансирование. В этот раз нам с приездом Александра Валерьевича помогла Российская шахтная федерация, которая дала деньги на билеты и на проживание Александра Валерьевича, за что, надо сказать, руководству Российской шахтной федерации большое спасибо. У вас в этом году был довольно большой рывок в шахматном плане. Как вы можете объяснить его? Что-то изменилось? Изменилось абсолютно все. Изменился мой настрой, мой подход к турнирам. Может быть, сейчас у меня гораздо больше идей. Я успеваю как-то не отставать от шахматной динамики, следить за всем. Работаю серьезнее, чем предыдущие 3 года. Также, может быть, я просто стал меньше отдыхать и больше работать. Я думаю, только в этом вижу причины своего роста именно в этот момент. Что просто более серьезная работа, и она дает результаты сейчас. Опять же, я стал получать гораздо больше удовольствия от игры, чем это было раньше. Такой немного смешной вопрос. Вы же впервые играли с Накамурой в классику. Что-то вас удивило в его поведении, особенно в конце партии? Меня, в принципе, не удивило его поведение в конце партии. Могу сказать, что если бы я проигрывал эту партию, мы бы увидели тоже что-нибудь подобное. Я бы тоже каким-нибудь строил лица и был бы недоволен, и тратил время в безнадежной позиции. Это абсолютно нормально, потому что когда ты вылетаешь из турнира, в котором для него, например, стояло на кону просто попадание в цикл розыгрыша первенства мира, это всегда большой удар, и нужно относиться с пониманием к тому, что люди нервничают, не хотят сдаваться, не могут признать себя побежденными. Это действительно очень тяжело, и я бы не хотел сейчас быть на его месте, но он переживет, он большой профессионал. Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Продолжение следует...